Готовясь присоединиться к святым, Джон продал нашу гостиницу, несколько домов, две большие фермы, наши сады, сыроварню, лесопильный цех, один остров и более 800 гектаров лесных угодий. К началу декабря следующего года церковь оказалась в очень трудном финансовом положении. Выплаты по кредиту за землю для храма были просрочены. Все ресурсы были истрачены. Это грозило конфискацией земли. У нас есть две или, в лучшем случае, три недели, и у нас отберут права на землю. Стены снесут и сравняют их с землей. Я не знаю, что еще мы можем сделать. Спасибо, брат Ригден. Но я верю, что есть что-то еще, что мы можем сделать. Чтобы случилось чудо, чтобы святые цели твои могли быть исполнены, мы просим о твоей милости и помощи. Пошли нам средства для выплаты залога и для спасения храма. Ты не болен? Я увидел во сне, что мы нужны в Киртланде. Когда надо выезжать? Незамедлительно. Подожди-ка, Джон. Ты сказал, в Киртланд? Это в Огайо? Наблюдая за нашими сборами, большая часть города решила, что Джон сошел с ума. Киртланд в сотнях миль отсюда, Джон. Декабрь на дворе. Я ценю вашу заботу, Бартон, но никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия. Несмотря на все попытки друзей разубедить его, в день Рождества 1834 года мы погрузили в телеги всю нашу семью и еще нескольких людей и все наши пожитки и отправились в путь. Через 25 дней и 800 километров пути наша уставшая и продругшая семья наконец прибыла в Киртланд. С уверенностью в том, что нам нужно там быть и не имея понятия для чего. Но все тяготы нашего путешествия растаяли, лишь только мы смогли наконец встретиться с пророком. А я Джон Теннер. Брат Теннер, я наслышан о вашем добром сердце. Пожалуй, вам больше подходит имя Отец Теннер. Прибудь мы в Киртланд хотя бы днем позже, и храмовая земля была бы изъята за долги. Но Джон выплатил 2000 долларов долга, получив в обмен расписку от Джозефа. Затем он с радостью предоставил храмовому комитету заем в 13 тысяч долларов и подписал еще один вексель на 30 тысяч долларов. И все это не считая безвозмездных пожертвований в храмовый фонд. Джон никогда об этом не скажет, но я скажу. Ведь благодаря Джону Теннеру был спасен храм. Когда храм был достроен, мы были благословлены возможностью участвовать в его посвящении. Мы видели чудеса. Не только внутри этого священного здания, но и снаружи. Во время сессии посвящения мой сын Майрон подозвал меня, чтобы я увидела ангелов, стоящих на крыше храма. Это было незабываемое небесное явление. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!